Девочки, дорогие, ну что, давно мы не были в манго с вами, и здесь, видите, написано, что 70% распродажи уже вовсю. И я думаю, что вот, и я думаю, что это правда, потому что везде сейчас распродажи. Правда, я хочу сказать, что в манго распродажи не такие же большие, то есть как бы у них и цены изначально были не маленькие, не низкие, поэтому и даже их 70% распродажи это не так уж много, но здесь действительно всего очень много. Я не буду, наверное, снимать обзор, потому что что тут снимать, когда здесь вот все вот просто вот разнобой висит, а поищу что-нибудь попримерять, что-нибудь с распродажи, покажу вам, надеюсь, что найду что-то интересное. Девочки, дорогие, ну мы в примерочный Винни-Кло. Я принесла много, вы знаете, почему-то Винни-Кло меня всегда пробивает на какую-то типа тихую роскошь. Какие-то льняные полосатые костюмы. Вот, кстати, очень похож по расцветке на костюмы за ЧНМ, только совершенно другой крой. Надеюсь, что я влезу. У меня все такое вот черно-бежево-бежево-черное. Даже вот свитер вот такой я принесла, знаете, хотя сейчас лето, ну, в общем. Кроме вот этого яркого платья и вот голубого жилета, ну, у меня фактически одна пара брюк вот этих вот от костюма. И тут у меня какие-то кофточки, жилеты, вот такие вот какие-то кофточки. Ну, прям такая, знаете, старые деньги мы сегодня опять играем. Причем меня всегда на старые деньги пробивают в манго почему-то. Потому что я вам хочу сказать, вот по моим наблюдениям, в манго всякие цветные расцветастые одежки, там, цветочки и так далее, выглядят как-то очень дешево, прям совсем. А вот какой-то такой лен, бежевенький, что-то такое у них выглядит достаточно благородно. Так, я сегодня, вот у меня юбка, босоножки красные, кофточка красная, пояс. Украшений никаких, я не слазь на работу и вообще не успела ничего надеть. Ну, в общем, неважно. Короче, все, давайте примерять и посмотрим. Цены неплохие, кстати. Обычно какие-то цены были очень высокие в манго, даже на распродаже. А сейчас так ничего, я смотрю. Так, первый у нас, он не 100% неной, но в нем много льна, где-то 50% льна в этом костюме. Вот такие вот широкие брюки. Сейчас я вам выстегну пиджак и покажу, как они выглядят. И большой такой свободный, просторный жакет. Я что-то подобное здесь примеряла еще до распродажи. Я не уверена, это было точно такой костюм. Мне кажется, это был другой костюм, но похоже. Просто здесь манго. Вот они мне очень нравятся, эти костюмы. И вот этот размер медиум брюки и large жакет. Но брюки, даже я бы сказала, что мне немножко такие свободные. Но они должны быть такие. Они должны быть такие. Вот я сейчас потом жакеты покажу вам, как они выглядят. Но вы, собственно, видите. И вниз у меня, после я взяла вот такой топик блестящий, немножко так развеселить эту идею. Я сейчас вам скажу, сколько в нем состав, как больно. В принципе, вот этот вот костюм. Причем 75 долларов стоит сейчас жакет. И брюки что-то тоже такое, я не помню. Но в нем много льна. И вот, может быть, из-за линии не видно, но вот видите, у него такая тонкая-тонкая полоска. Брюки очень красивый фасон. Немножко мне длинные, но в принципе ничего страшного. У меня есть много всякой одежды с этими брюками примерять. Мы сейчас будем их впустим и порататься. Но вот с жакетом это выглядит вот так. Очень расслабленно, очень по-курортному. Такая, знаете, такой летний бежевый. Old money, как я говорю, да? Old money. Такого типа одежды. Так, вы знаете, состав жакета очень хороший. Это 45 лен, 55 вискоза. И подкладка вот здесь вот 100% хлопок. Стоит он сейчас всего лишь 76 долларов. Стоит он 180. Это был размер large. Вот его номера. Вот, если вам нужно. И в принципе для такого состава, неожиданно хорошего, я думаю, что брюки такого же состава, цена не очень страшная. Брюки вам потом покажу, просто потому что я их буду продолжать еще примерять с разными другими вещами. Так что я вам потом в подробностях покажу. Смотрите, очень классная рубашка. Вот надела я вниз вот такой вот топик, другую полосочку. Но он маленький, какой-то очень коротенький. Просто очень коротенький. Но был, это размер medium, large не было. И брюки, конечно, мне чуть-чуть великоваты. Хотя, если они сядут, если это дон, ну, в общем, не знаю, посмотрите. Смотрите, очень красивая эта рубашка 100% раме. Раме это, в принципе, очень хорошая ткань. Это размер medium, large не было. Мне бы хотелось немножко ее побольше. Но она такая слегка прозрачная. Видите, эта полосочка просвечивается. И она очень хорошей ширины и длины. Красивый черный цвет. Вернее, цвет черный обычный. Но за счет того, что она немножко просвечивается, это выглядит очень элегантно. И на лето это самый чудесный состав, который можно придумать. Ну, один из лучших рамей, в принципе, приравнивается к шелку. Единственное, она не очень дорогая. То есть, как бы на шелк она не тянет. Ее можно вот так вот расстегнуть с брюками, с шортами, с джинсами. Сверху вот накинуть, знаете, на шорты и на какую-то футболочку без рукава. Для того, чтобы, ну, как бы руки прикрыть, если вам надо. Даже и на пляж можно, в принципе, открыть, прикрывая в пол. То есть, если вы наденете ее на купальник, что неплохая идея, мне кажется, она тоже очень неплохо будет. Вот если ее застегнуть, у нее скрытая застежка, то она вот так вот выглядит. Вот такой ширины. Я бы взяла пошире, но нету размера ларочек. Мне кажется, она должна быть побольше. Смотрите, я подпоясала брюки своим поясом, подняла их немножко. Во-первых, они стали короче. Во-вторых, немножко как бы уже, но это просто очень классно. Мне так нравится, даже если, честно говоря, мне больше нравится с этим, с этой рубашкой. Мне больше нравится, чем с пиджаком. Может быть, мне такая маечка нужна, но, в принципе, очень классно. Брюки прямо, прямо такие, знаете, шикарные. Классные брюки, широкие такие. Только все, как я люблю. И это внизу широкие. Так, смотрите, рубашка стоит 40 долларов всего лишь. Стоила 76, тоже не так страшно. Это 100% раме. И это размер медиум. Или американский шестой. Вот такая вот она, такая немножко прозрачная. Ну, вы знаете, эта ткань раме, она всегда такая, какая-то смесь льна и шелка, да? Ну, вот в данном случае это прям такой тонкий, как будто очень тонкий прозрачный льон. В составе этого топа 62% вискозы. Стоит он 40 долларов, стоил 50. Вот не такая уж большая на него скидка. Это был размер медиума. Он очень маленький, коротенький. Совсем прям еле на меня налез. Но был бы размер больше, я бы взяла, но не было. Вот такой. И вот этот топ, я думаю, я даже не проверяю его состав, но я думаю, что полиэстер, ну, вот эта нить металлизированная, тоже размер медиума, но, видите, нормальный по размеру. Стоит 30 долларов, 156. Вот такая вот разница. Видите, он такой вот на притыльках. Блестящий, красивый. Я сзади показываю, вот он спереди. Вот такой вот вырез. В общем, немножечко нарядный, но можно и на каждый день, в принципе, нормально. Так, смотрите, вот такой жилет, который сейчас очень в моде. И их именно называют как топы, не как жилета, а именно как топ. Я сгоревшая все еще и по-прежнему. Это размер large. Здесь не хватает двух пуговиц. Что мне нравится в манго, что у них всегда пуговицы практически всегда обтянуты, из той же ткани сделаны. Вот смотрите, с этими брюками получаются разные как бы полоски, но похуже. Потому что похожи оттенки брюки и жилет. И просто разные толщины полоски. И похожий цвет, но разные оттенки. Очень красиво. Мне очень нравятся вот такие широкие брюки с жилетами. У меня еще их целых два. Есть один черный и один голубой. Я принесла вот этот вот. Он мне чуть-чуть великоват вот тут, в принципе. Потому что это large. Но вот здесь вот в ширине, в самый раз. Единственное, что у него пуговицы по вырвались. Сейчас я его сниму и скажу вам, сколько он стоит и какой у него состав. Так, смотрите, жилет 52% лен, 48% вискоза и подкладка полностью 100% лопок. Видите, какая? Стоит он сейчас 40 долларов, 178, 76. То есть, в принципе, хороший состав. Это размер large, хорошая цена. Вот такой вот он интересный, полосатый. К полосатым брюкам очень неплохо. Смотрите, этот жилет полностью черный. И он полностью зима, по-моему. Во всяком случае, такой же, как этот голубой. Здесь написано, что это 100% лен. Я думаю, что и жилет этот тоже. Вот здесь размер мидиум. Я вам хочу сказать, что вот здесь он мне хорош. А вот здесь вот мог бы быть пошире. Последнюю пуговицу я не застегнула, потому что он здесь вот мне очень плотно. Но выглядит неплохо. Вот именно как топ. Вниз можно было бы надеть что-то. Слишком большой вырез получается, единственное, что в этих жилетах. Я бы надела какой-нибудь топик такой, знаете, чуть-чуть прикрыть грудь. У меня есть, ну вот этот вот с плесками, но ладно, уже я не буду. Вот, смотрите, как красиво. Вот такие брюки с жилетом, с таким просто черным льняным, льняные брюки. Ну, в общем, очень классно. Мне кажется, что это просто супер, как здорово. Очень классическое, благородное сочетание. И вы не выглядите как будто бы из манго, а вы выглядите как будто из хорошего магазина одет. Манго неплохой магазин, кстати. Вот здесь вот именно вот такой план вещей, льняные, однотонные, какие-то вот полосатые брючные костюмы очень неплохие. Я, знаете, решила еще этот жилет померить с этим жакетом. То есть вот надеть их как костюм. Жилет как в качестве топа, а брюки и пиджак, жакет в качестве костюма. А жилет как будто это просто такой топок. Тоже очень классно. Мне прямо очень нравится. Ну как мне нравится вообще этот стиль. Вот такие вот костюмы с такими вот жилетами, которые как будто бы топы. Тоже не как будто бы они сейчас их и носят как топы. Это в принципе не жилет, чтобы носить вниз что-то. Нет, можно, конечно. Но вот эти вот летние хлопковые и льняные, мне кажется, они именно сделаны для... Именно для... В качестве вот просто топа верхнего их можно носить. Так, в этом жилете 61% льна, 26% вискоза и подкладка 100% хлопок. Стоит он 50 долларов, стоил 96. Вот его номер. И это был размер медиум. И пуговицы тоже, видите, обтянуты той же тканью. А вот этот я сейчас буду примерять. Он 100% льен. То есть, видите, я думала, что они одинаковые, но они отличаются. У них одинаковый фасон, но по ткани, видите, здесь вискоза на меньше и она такая более гладкая. А здесь прямо он 100% льен, написано вот на этикетке. И очень красиво голубого цвета. Смотрите, этот жилет немножко другой. Он тоже размер медиум, но он чуть-чуть побольше. То есть я, в принципе, застегнула эту пуговицу. Там я почти что не могла. Здесь нижняя пуговица застегнулась. И тоже большой очень вырез, но он очень классный, классного цвета. Очень симпатичный вот такого фасона. И тоже его можно носить как тон. И вот с такими вот широкими льняными брюками голубого цвета. Очень благородный, красивый цвет. В общем, очень классный. И тоже кугольчики оттянуты той же ткани. Он полностью льняной. Подкладка, я думаю, полностью хлопая. Красиво. Так, здесь стопроцентный лен и подкладка стопроцентный хлопок. Стоит он поэтому немножко подороже. 60 долларов стоил тоже 96. А вот видите, этот стоит 50. Потому что он не стопроцентный лен, вот этот немножко дороже. Вот его номер, это тоже был размер медиум. В общем, вот такой вот симпатичный очень жилетик. Ужасно модный в этом сезоне топ-хола. Здесь замочек, вот такой отложной воротничок. Такой, знаете, 80-х годов. В общем, подходит по цвету к этим брюкам. Единственное, что зеленый такой цвет, зеленая полоска, которая освежает все это бежево-молочное царство. В общем, вот такой вот лупик. Очень симпатичный на распродаже сейчас. Очень в тренде, но синтетика. Я думаю, я сейчас проверю. Поэтому вроде как он летний, но в нем, конечно, жарко. Это, знаете, вот под какой-то что-то надеть сверху. Не знаю, но в общем, носит, конечно, такое. Но неплохой. Сидит неплохо. Длина хорошая, не очень длинная. Неплохой такой цвет. Так, 99 полиэстер, 1% ластан. Стоит 50 долларов, стоил 96. У них стандартная цена у них все стоила 96 долларов. Размер митюм, вот его номер. Ну, если честно, я бы лучше за эти деньги купила вот этот жилет. Или вот этот жилет, добавила еще 10 долларов. Потому что это очень трендовая сейчас вещь. Но, я не знаю, мне кажется, мод пройдет на них. Честно, делать пока. Хотя жилеты это тоже какой-то такой тренд. Мини, мини-макси. Хотя жилет всегда, мне кажется, можно его использовать. Он никогда не будет... Если даже он перестанет быть в моде именно как том, его можно надевать на какую-то блузу, там, я не знаю, на маечку. В общем, и в принципе, мне кажется, что это... Если это даже не будет супертрендом, но это из моды как бы не будет. Потому что даже я помню, вот сколько я помню себя, даже в моем детстве, мне кажется, вот где-то в 70-х, в начале 70-х, жилеты вот такие носили именно как... Во-первых, они были в моде, и их носили с какими-то футболками, блузами. В общем, это такая мода, которая приходит, уходит, но никогда не уходит навсегда. Слушайте, я даже свитер притащила зимний, и он прямо точно в тон подходит к этим брюкам. Видите, какая у меня получается страшная такая бежевая история. Очень симпатичный свитер, он весь синтетический, но он как будто бы вот такой мягкий, тёплый, удобный, с таким вот отлажным воротником на пупочках. Он как будто бы сделан из какого-то мохера, шерсти, но на самом деле я проверила, нет. Я ещё раз посмотрю на зале, когда я проверяла, мне показалось, что он ни с чего, ни с чего, ни с чего. Это одна синтетика, очень хорошая длина, ширина, это размер медиум. Он очень такой, знаете, удобный свитер, он не очень большой, не очень маленький, не очень длинный, а как раз вот такой длины, что вот на брюке, с брюками хорошо, потому что очень длинный, если бы он был вот с такими брюками, голову плохо, а вот с этими вот такими широкими брюками, вот такой свитер, и тоже выглядит очень благородно всё вместе, согласитесь. Согласитесь, никто не скажет, что это из манго одеты. Это, знаете, есть... Ой, сейчас я в этом свитере спарюсь, но я вам хочу рассказать, что это когда пошла эта мода на эти вот старые деньги или там ещё там, как это называется, old money и... Забыла. В общем, два названия есть у этого тренда. И кто-то из стилистов, я не помню, кто говорил, что... Девушки, если вы думаете, что вы наденете бежевые брюки и бежевую водолазку из Zara, вы будете выглядеть как будто у вас старые деньги, то вы ошибаетесь. Старые деньги выглядят не так. Ну, в общем, вот примерно то же самое. Это так, в общем, кажется, что вот наденьте, оденься во всё беженькой, бежевенькой, и ты будешь как будто бы ты в лоропиано одет. Но на самом деле, все видят, все, кто понимает, они видят, что это не лоропиано. Так, в составе акрил, полиэстер, ластан, в общем, всё, что угодно, только они, ни капельки шерсти. Это был размер large, видите, он не очень объёмный. Он такой для large не очень большой. Стоит он 30 долларов сейчас, 29,99, стоил 76. Вот его номер. И, в общем, хорошая цена. Приятный свитер, видите, такой грубой вязки красивый. 30 долларов вообще недорого. Ну, не хочется сейчас летом покупать свитера. Хотя готовься они летом, поэтому свитера нужно готовить летом покупать. Так, брюки 55 лен, 45 без козы, такие же, как жакет, 60 долларов. Они стоят 100 или 100. Это был размер 40. Почему я решила, что это medium? Не знаю, что-то мне показалось. Ну, в общем, а, американский 8. Ну, правильно, мне как бы должно было быть нормально, но они немножко великоваты. И цена такая, ну, не то чтобы даром, но недорого уже для брюк лен с вискозой. 60 долларов, это уже не так страшно. Гораздо лучше, чем было 100. И вот видите, какие у него размеры. Может быть, мне надо было 38 пометить. А может, они бы облегали меня очень. Эти брюки должны быть свободны. Они не должны облегать. Карманы, сзади кармана нет. В общем, хорошие брюки, очень качественно сделаны. Хорошая ткань, очень неплохая. Так, ну и платье. Как же мы без платья обойдемся? Вот такой офигенный плессированный сарафан. Совершенно обалденного цвета. Цвет действительно великолепный. И он просто, вот то, что доктор прописал на лето. Доллар в 50 он сейчас стоит. В принципе, очень яркий, красивый цвет. Все это плессировка. Свободный, легкий, очень широкий. Такой объемный. Но при этом, знаете, поскольку это как бы не синтетика, но она очень легкая, воздушная. И вот такие вот вещи, они в них, как правило, не очень-то и жарко. Во-первых, он очень открытый. Во-вторых, вот это вот, он не прилегает, не облипает нигде, ничего. И вот эта вот юбка широкая, и все, вот это вот, выглядит очень красиво. Ну, он, я бы сказала, такой тоже хлопный, нарядный немножко. Ну, такой, знаете, чуть-чуть. Чуть-чуть такой, ну, не на каждый день. Хотя, смотря куда ходить, у него каждый день. Для работы я бы могла его надеть, если бы я сверху надела какой-то жакет или что-то такое, потому что он еще не открыт для работы. У нас не принято вот таких бретельках приходить. Бретельки не регулируются, это плохо. Но их можно упоротить, просто подшить, вот поднять немножко. Я бы подняла чуть-чуть, потому что уж очень большой вырез. Хотя, может, и не плотный. Вот, с красными косоножками прямо огонь-пожар. Вот, вот такая вот, вот такой вот красивый, синтетический. Все, я понимаю, он очень красиво выглядит. Очень я люблю такие широкие, просторные вещи. Очень люблю яркие цвета. Несмотря на весь этот беж, который я сейчас примеряла перед вами, мне кажется, что даже вот, если вы посмотрите на меня, что мне больше идет, и тут вот такие яркие цвета, чем весь, все эти старые деньги, бежевые водолазки и бежевые брюки, мне кажется, что, не знаю, мой такой тип от нежности, что мне яркие вещи больше подходят, чем вся вот эта вот тихороскошь вспомнила, вот старые деньги и вообще все это. Ну, вот, неблагородные наружности, я цыганская, как мне пишут, что я цыганка какая-то. Вот, правда, мне действительно больше нравится и больше идут вот такие яркие вещи. Так, 100% полиэстер, конечно, платье размер medium или американский 6-й, стоило оно 96, сейчас стоит 50 долларов. Вот его номер. Ну, красивое, конечно, платье, обалденного цвета, но на любителя, так скажем. На цвет, о, аж как красиво, невероятно. Так, девочки, ну, вот такие у нас были примерки. Я надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Мне кажется, что были неплохие вещи на любой вкус. Яркий сарафан, свитер на зиму, рубашка для на лето, вещи такие, вот эти костюмы, жилеты, в принципе, можно и на лето, и даже на весну жилеты вообще можно использовать летом как топ, зимой как сверху надевать на какие-то свитера тонкие или какие-то блузы, в общем, да. Все, девочки, дорогие мои, с вами буду прощаться. Насчет того, что буду ли я что-то покупать, я не знаю. Я вот недавно купила в H&M этот льняной костюм, он стоил подешевле, чем этот. Другого цвета, конечно, ну, как бы я уж или подожду, пока эти подешевеют, или вообще обойдусь. Вот. А все остальное, ну, рубашка черная мне очень понравилась, но я не знаю. Хотя она недорогая, но что-то не знаю, нужна она мне или нет. Все, подумаю. Всех люблю, целую. Всем пока. С вами была Дита из Манго. Бай-бай.